Что с танками онлайн? Сколько я не играл? Блин, раньше было лучше. Что происходит? Какие-то летающие штуки. Корпуса. Как они там? Крусайдер. Кстати, что у меня за краска-то объяснится? Как вы считаете, в какую сторону меняются танки онлайн? Друзья, если вы хотите получить XT скин, тогда участвуйте в конкурсе на 100 ультраконтейнеров. Для участия нужно просто поставить лайк, подписаться на мой канал, написать комментарий слово «участвую». Ну и итоги я сделаю на своём стриме. Желаю всем удачи. Всем привет, друзья, с вами BigTanks и сегодня у нас опаснейший видос с опасным олдом, который вернулся в танки онлайн. Это Серёга Гудмод, это ютубер опаснейший. Поздравься. Да, ребята, всем привет. А ты, кстати, где? А я, блин, тут прогрузился. Слушай, что это такое у меня просто, а? А, во-первых, да. Кто помнит Гудмода, он снимал танчики очень давно и очень, кстати, активно. Я помню, ты прям вообще дофига. У тебя сколько было? 1020-30 ты набрал подписчиков, да, чисто на танчик? Да, ну слушай, 1018, да, 20-очка у меня была. Да, и вот спустя... Сколько ты не играл в танки? Ой, сколько я не играл? Наверное, года 2-3, может быть, даже больше тютка. Ну да, я просмотрю, что у тебя там на канале вообще давно роликов не было. И вот спустя столько времени вот Серёга вернулся и записал видос. Я увидел, как он там начал новый путь. Всё, всё по-новой. Ты удивлялся там... Всего так удивлялся. Ещё спрашивал какие-то там тактики. Как вообще, что изменилось? Что там за это лучше взять его вооружение? Ты там на громе или с литингами, помню, играл на стримчике. Вот. Я думаю, блин, надо тебя вести в курс дела немножко. И, во-первых, как бы... Как тебе то, что ты сейчас увидел? Ты прогрузился в совершенно... Будто новую игру, тебе не кажется? Или ты как бы... Офигеть, это просто, знаешь, какие-то Танки Икс просто. Ну, даже в Танках Икс такого не было. Кстати, вот эту пушку ты хоть раз играл? Ты не должен был с ней играть, по идее. Я её видел где-то, знаешь, в рекомендациях на Ютубе когда-то давно. А, видосы, да. Но я ещё не играл. Слушай, ты мне вот что скажи. Я тут на Викинге играю. А, ребята, на Харьках. Мне стоит поменять на Харёк. Ну, смотри, даже если бы стоило бы, то ты не поменяешь. Здесь переодеться нельзя. Вот. И, в принципе, здесь... Ну, броня вообще не решает. Броня вообще не решает. Типа ты всех с одного выстрела убиваешь. Слушай, ну, прикольная-прикольная штука. Она не поймут тогда, почему я на Викинге. А ты понял, да, типа, в чём прикол этой пушки? Да, то есть, моло такой, фига, короче. Опа. Да, ну, типа, ореха, эту пушку создавал, типа, как нож в CSGO, понял? С этой сути, да. То есть, он именно с таким приколом создавал его. И это было в специальном режиме, где есть такой режим, типа, гонка вооружений. Нужно дойти от Смоки до, там, Твинс, Громс, рельса, там, короче. А, типа, дико, сгой, тебе. И на каждой пушке по 3 кило ты делаешь, переходишь в следующее, следующее, следующее. И в конце вот этот бонг, типа, такая кувалда, типа, такая суперпушка, типа, добрался до неё, делаешь там на ней 5 кило, и бой заканчивается. То есть, это, типа, уникальная пушка, она либо в этом гонка вооружений режиме, либо вот в таких вот, как сейчас вот мы играем. Но это супер уникальный режим, типа, где все на кувалдах. Ещё плюс графика новая, новая карта Форест. Как бы карта, ты точно её помнишь, это Форест, просто что он изменённый с новой графой. Я не знаю, ты, наверное, видел же, что ты сколько месяцев играешь, вот как раз месяц про неё все танки жужжали. На самом деле, я как-то, да, вот месяц, хоть и играю, но абстрагировался от этой всей информации и зашёл на неё просто первый раз. А, ты, типа, на этой карте ты впервые? Что-что? Ты на этой карте впервые? Да, я просто первый раз зашёл, она реально прикольная такая, приятненькая графа. Ну, слушай, вот скажи честно, похоже ли это на танки онлайн? Вот ты видишь, если корпус, допустим, сделает вид, что ты, ну, или просто какой-то летающий корпус взять, взять летающий корпус, вот эту вот пушку, бонг и вот эта вот карта. Это похоже на танки? Вообще, на самом деле, не похоже, Лёх. Я когда первый раз зашёл в танки после долгого отсутствия, я вообще не понимал, что происходит, какие-то летающие штуки, летающие корпуса, там Теслы, Фигеслы, я не знаю ещё, что там новенькое, короче, всякие скорпионы, я просто офигел. Ну да, да. О, там Голд, Голд, только назад чё-то сделай. Ай, всё, тихо, надо, блин. А, убили, Лёха. Нормально. Пошли за меня. Сейчас, ну, я, я еду. Да не, нифига, тут уже отжали пацаны, ну, на летающих корпусах, двуджигерят. Ну, короче, ну, а какие у тебя эмоции были, типа, ты, ты сказал, ну, знаешь, просто есть, по-любому среди, может, тех, кто тоже давно не играл в танки, но тоже зашёл и недавно вот посмотрел, разделились, так скажем, на два лагеря люди. А кто-то заходит и такой, типа, блин, нифига себе, сколько изменений, офигеть, это, типа, круто. А кто-то заходит, наоборот, блин, что сделали с танками, типа, блин, раньше было лучше. И, как бы, что это за кувалды, что за новая графика, вообще отстой полный. Вот, ты к каким больше относишься? Нет, ну, слушай, на самом деле и те, и другие эмоции были, типа, офигеть, там, круто, там, знаешь, сколько всего нового, что добавили, там, новые корпуса, новые пушки, там, все вот эти дела. И частично было, офигеть, что сделали вообще, типа, где старые танки. Ну, да. Но, знаешь, я вот зашёл, короче, поиграл и реально меня затянуло, то есть как-то, я не знаю, может из-за того, что я давно не играл, очень, знаешь, такая вот ностальгия. Ну, да, да, да. Ну, отчасти из-за того, что здесь очень много нового контента подобавляли. Это да, кстати. Типа, реально, разработчики сейчас, прям, я так понимаю, занялись этим всем делом. То есть, постоянно новые какие-то ивенты, постоянно новые обновы, постоянно ещё что-то. И это реально круто, то есть, меня прям подзатянуло, и я такой, я, блин, я не знаю, я кайфанул, Лёх. Больше всего понравилось, ну, слушай, на самом деле, очень понравилось то, что сюда перенесли с ТХ-шки вот эти овердрайвы. Ну, то есть, даже не сами овердрайвы, а сам, саму механику вот этого всякие, бомбы всякие. А разнообразие, типа, вот такое, типа, для каждого корпуса, да, типа, своя фишка. Да, 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 это реально круто, и, знаешь, благодаря этому игра стала намного динамичнее. Ну, да, ну, а мне в первое время вообще не нравилось, типа, я думал, ну как, для меня, мне это казалось, типа, это что-то, блин, это какое-то усложнение, типа, знаешь, вот. Но сейчас я привык, конечно, я уже не представляю, как бы, игру без оверов. Это да. Ты хочешь вообще расскажу, с чего я больше всего прифигел, ну, помимо контента, знаешь, помимо вот корпусов, помимо пушек вот этих вот новых? Вот как ты думаешь, а? Ну, блин, я даже не знаю. Ладно, ну, расскажи. Ну, я расскажу, давай, так, немножечко с предысторией. Как-то я захожу на ютубчик, еще не играя в танки, не вернулся в танки, захожу. У меня где-то в рекомендациях твой, короче, ролик о том, где ты прокачиваешься от новобранца, там, до легенды, значит, за какой-то промежуток времени. А-а-а, фаст прокачка, ну-ну-ну. Да-да-да, я такой сотрю, думаю, нифига себе, это же, Лёхе, сколько там играть, сколько нужно, я не знаю, задротить в танки, знаешь, когда раньше еще были всякие x2 опыты, все дела вот эти, все равно очень долго прокачка занимала времени. Вот, я такой прифигел, думаю, нифига себе, конечно, Лёха там играет, играет, красавчик, красавчик. А потом, вот недавно, возвращаясь в танки, захожу, и я понимаю, что капец, как быстро у меня набирается опыт. Я еще приобрел себе премочку, приобрел там, батл пасс, ну, да. А, это же у тебя новый аккаунт, то есть это ты вернулся в танки и создал, и вот это вот сейчас пятый урон, да, ты качнулся на новобранца? Да, 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 причем, причем при всем желании моем, ну, на самом деле, даже меньше, чем за месяц, за, я думаю, недельку, может быть, может, чуть даже меньше, потому что сейчас я не так активно играю, но, блин, Лёх, насколько же быстро здесь идет прокачка. Я такой захожу, значит, сыграть бой, а вот у меня там премочка, все дела, захожу, и просто на третьем оранде каком-то захожу, у меня полосочка сама прогресс-бар, вот это вот сверху слева, короче, на нуле, захожу, играю, и у меня фигак уже половина звонки просто, я думаю, охренеть, это как так-то. Да, сейчас опыт вообще, типа, если с премом, и если вот как сейчас мы играем на выходные, опыт просто нереально, быстро набирается. Ну, то есть, игра стала намного динамичнее, вот что я заметил, относительно всего, относительно прокачки, относительно механик в игре, то есть, боя и так далее. Но она изменилась, то есть, новая графа, вот это все новый путь. Безусловно, слушай, даже если не брать внешний фактор, то есть, новую графу, новую краску, кстати, что у меня за краска-то, объясни, за что она мне дается? У тебя? У тебя не машут, я, наверное, из конта выбил. Нет, я это не выбивал, может, с бадл-пассом? А, из челленджа, из челленджа, наверное. Здесь вот эти есть корпуса, как они там, Крусайдер, да, вот эти вот, летающие, понял? Я так и не научился для них играть, я вообще никогда не играю в танки, в танки на мышке, вот. И для меня нереально сложно было, вот, я попробовал, купил какой-то там корпус, то ли Крусайдер, то ли, это просто единственное название, которое я знаю в корпусе летающего. Ну да, Крусайдер, Крусайдер, да. Практически ты верно назвал, да. Ну, есть такой, он летающий, еще есть паладин, тоже летающий, тоже средний, это. А из тяжелых это Ариес, ты его должен был слышать о нем. Есть еще Хоппер, который прыгающий. А, вот, кстати, Хоппер, это, по-моему, самый первый, или нет? Нет, самый первый это Ариес, он тяжелый был, а Хоппер это был, по-моему, второй. Так вот, короче, я так и не научился на них играть. Просто от слова совсем. Нет, вообще не умею. Так, я тебя сейчас научу. Новый корпус. О, веро. А, вот, ты меня спрашивал, типа, можно ли без мышки управлять? О, да, прикольно, ты стреляешь. Смотри, заходи в управление, ставь управление мышкой, и ты сейчас поймешь, в чем прикол, типа, управлять клавиатурой и мышкой. Ну, на самом деле, тебе понравится мышка, но нужно привыкать. С летающими корпусами мышка прям вообще прям перфектно заходит. Кстати, напишите, кто играет с мышкой, а кто клавок. Давайте посмотрим, кто больше играет с клавок, а кто мышкой. Прям, мне аж очень интересно. Все, я, 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 короче, в этом. А теперь, смотри, прикол в том, что... О, 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 да, да, ты понял. Ты понял. Подожди, я запутался, где вперед, где сзаду этого корпуса. А вот с летающими, ну, типа, блин, вообще максимально легко. Я, это нормально. Удали, удали. Так, давай, я тебе быстренько подниму, чтобы никто не видел, типа. Давай, типа, короче, это, сейчас я просто перезайду, и типа, я, хопа, тут сразу. А, типа, да, так, типа, ты не падал. Да, короче, я ее беру. А теперь нажимай shift. И, ну, овердрайва, а что это сделает? Ну, нажимай shift, посмотри, что он. Ну, давай. А, нифига. Ну, я видел этот овердрайв как-то в битве, но, блин, прикольно. У тебя овердрайв собьется. Да, но ты как думаешь, что он? А, нет, подять назад. Жег тоже какой-то. А, не-не-не, стой, я знаю, знаю. Ты, короче, хреновину какую-то выпустишь с этого, да-да-да. Это сосулька была. Я видал, короче, это в битвах. Слушай, кстати, по поводу новых пушек, вот, вышел Скорпион. Я его очень долго не могу выбить с контейнеров, прям капец, какое большое количество времени. Но как же он мне нравится, какая же прикольная пушка и механика. Ну, а этот разобрался, да? Для меня было удивление по поводу механики игры на Тесле. Я не смотрел, как на ней играть там и так далее. А, то есть ты обзор не видел? И спустя в итоге я разобрался, и насколько она прикольная, на самом деле. Как бы интереснее механика у Тесла. У Скорпиона тоже прикольное все, но Скорпион я играю, ну, на Скорпионе я играю чисто из-за того, что он нагибает, особенно в одиночном выстреле, знаешь, без того, чтобы сводиться. А, да, на схеме. И сама эта. Ты в танки вообще планируешь играть еще, продолжать? Опа, запаркурил. Я, конечно, конечно, чисто. Знаешь, вот я вернулся, и я уже говорю то, что я свою такую вот ностальгию, кайф от контента, от того, что ты можешь поиграть в что-то новенькое относительно и знакомое при этом. И знакомое, и незнакомое. То есть нужно еще поразбираться там в устройствах, в этих штуках, которые мне, блин, не выпадают. Ну, а так, блин, очень интересно. Очень интересно. Ну, то есть, кто не знает, Серега, вот как бы, как я вначале сказал, вернулся, и я как бы узнал о том, что ты вернулся. Увидев ролик твой, как бы, начало, у тебя там как раз вот этот аккаунт новобранцем был. Поэтому, ребят, оставлю ссылочку в описании на канал Сереги. Подпишитесь, посмотрите, как он прокачивается. Подскажите ему, как вообще, на чем лучше играть. Какие-то устройства посоветуйте, потому что... Конечно, не все еще я тебе объяснил, и в один ролик мы все не уместим. И, может, что-то интересненькое тебе будет. Я думаю, у тебя люди придут, подскажут, подсвечники опасные. Поэтому все, подписывайтесь на канал Сереги, подписывайтесь на мой канал, лепите лайкосы, если данный ролик понравился. У нас с вами был Биг Танкс и Гудмод. Мы полетели нарез. Всем удачи, всем пока, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok